Вечера классики Вечера классики По пятницам в 8 вечера Любовь, которая никогда не иссякнет Здравствуйте, дорогие друзья Меня зовут Иванка Карабец И вы на вечере классики Я хочу отметить Что такого насыщенного эфира Я не помню давно Разве что со времен конкурса Горовица Когда сюда приходили лауреаты конкурса И всех групп И мы слушали игру детей в прямом эфире А сегодня у нас замечательные гости И мы поэтапно будем с ними знакомиться Мы могли видеть в нашем анонсе Но хочу я начать рассказать буквально два слова Поделиться своими эмоциями, впечатлениями Потому что мы с Юрием Абрамовичем Зильберманом И с командой конкурса Горовица И с директором фонда Горовица Ириной Петровной Полстянкиной За что им огромное спасибо Что мне выдалась такая честь Побывать с ними Впервые в моей жизни я побывала на генеральной ассамблее Европейской ассоциации международных конкурсов для молодежи Хочу отметить, еще раз напомнить Мы уже говорили об этом в наших эфирах Что конкурс Горовица с 2002 года Состоит в этой федерации Как и во всемирной федерации международных конкурсов Мы также уже рассказывали Было в Ереване ассамблея в этом году Мы рассказывали, делились с вами информацией Но федерация для молодежных конкурсов Это более молодые ребята Мы являемся ее членами И очень гордимся этим Это большая поддержка для нас И хочу также сказать, что в 2008 году Генеральная ассамблея проходила и в Киеве Это было очень серьезное событие Сюда приехали представители музыкальных конкурсов со всего мира Теперь же, почему я еще раз хочу сказать Почему говорю мы Потому что представляю всегда в этой программе Две организации и радиоаристократы С вечерами классики И большую честь имею работать На конкурсе молодых пианистов В памяти Владимира Горовица Что я хочу сказать Что огромный опыт был Лично для меня Посетить эту ассамблею И выступить на конференции Посвященной International Networks Так она называлась Где европейские коллеги делились своим опытом И рассказывали о программах Такие как Erasmus или Креативная Европа О возможностях поддержки музыкальных проектов И другие коллеги рассказывали об опыте Также промоушена классической музыки Как привлечь очень остростая тема Как привлечь молодых людей Это очень интересно рассказывали Коллеги из Германии Из Люксембурга Что очень интересные проекты И в том числе для детей Для людей Разных Разных представителей И я бы хотела сказать Что мы выступали с докладом И представляли также вечера классической музыки На этой конференции И конкурс Владимира Горовица Как промоушен этого конкурса На площадке радиоаристократы Так как вы помните Уже полгода, наверное Если я не ошибаюсь В нашей студии появился рояль Замечательный 110-летний рояль Блютнер Который Большим шагом Является нашим шагом К промоушену классической музыки И живым концертам Здесь на радиоаристократы И наши зарубежные коллеги Были очень впечатлены Нашими идеями Тем, какие жанры Рождаются здесь в студии И как мы Можно сказать Рассказываем людям И все больше привлекаем Людей К прослушиванию классической музыки К посещению концертов Наши новости Наши радиомастер-классы Которые интересны И в музыкальной среде Это образовательные проекты А также Такой Эдюкеймент Как любит говорить Ярослав Владыгин Мы Мастер-классы Также очень интересны Для Обычно Для людей Для аудитории Которые Возможно Только делают Первые шаги В классической музыке И им было бы интересно Посмотреть Происходит Диалог Педагог-ученик В общем Все наши проекты Очень заинтересовали И Я думаю Что мы будем Дружить И приглашать Это будет серьезный Культурный обмен И мы будем приглашать Наших коллег Пианистов Других музыкантов Выступить здесь В студии И Поделиться своим опытом Также И я хочу Поблагодарить Огромное спасибо Сказать Европейской ассоциации Я для себя сделала Открытие Камерный ансамбль Новых идей НИКО Они исполняют Литовских Современных Композиторов Музыку Арва Пиарте Это очень зрелищно Это тот синтез Жанров Которые я так люблю У нас Это представлено На таких фестивалях Как Гогольфест Можно посмотреть Но Ребята Очень большие молодцы И у них Большие нсшлаги На концертах И Я хочу Передать Перед тем Как я передам Слово музыке И представлю Алексея Канки Лауреата международных Конкурсов Лауреата первой премии В средней группе Конкурса Горовица И вот Алексей получил Приз от МС В этом году Что значит Этот приз Два года Он будет Его приглашать На концерты Вот до этого Алексей Был Роман Лопатинский Лауреатом Имел эту премию Антони Барышевский Это и радиоконцерты Это выступление В Европе Два года Европейская федерация Помогает нашим Ребятам С промоушеном В Европе И И рассказывает О них Миру Европе И знакомит Аудиторию Я хочу Перед тем Как Алексей Сыграет нам Экспромт И балладу Шопена В прямом эфире На нашем рояле Я хочу Передать Хочу поставить Вам Приветствия От генерального Секретаря МС Европейской федерации Софи Дункрак И президента Поля Шолера Они передали привет И радиоаристократы И всем слушателям И поделились Своими впечатлениями После знакомства с нами Формат Новые медиа Дигитальные компетенции И вы И сейчас Мы Украина В Киеве Вы Промоуете Компетенции Новые медиа И И мы Услышали приветствие Генерального Секретаря МС Софи Дункрак И президента Поля Шолера Большое спасибо Записаны Они были Буквально На прошлой неделе На конференции Генеральной 30-й Генеральной Ассамблеи МС Которая Прошла В Вильнюсе С 14 По 16 Октября А теперь Я передаю Слово Алексею Канке Он Исполнит Нам Четвертую Балладу Шопена И первый Экспромт Шопена 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 То есть, как бы это сказать? Ты достигнешь всех поставленных целей и реализуешь все поставленные задачи. Достигну всех своих целей. Лёшенька, мы желаем тебе удачи, успехов и перед европейской публикой, и, возможно, всемирной публикой. Дерзай и приходи к нам в гости, мы всегда рады твоему исполнению. Спасибо огромное. Спасибо вам. Друзья, мы переходим к следующим нашим гостям. Я хочу позвать в эту студию представителей iCulture Orchestra. И очень-очень я горда, что... О, мы начнем с музыки, я уже даже вижу. Я хочу представить вам выдающуюся легендарную личность, Джефф Брайант, который так скромно стоит сейчас возле пульта, и его ученик и участник нескольких сезонов проекта iCulture Orchestra Евгений Чуриков. Мы поговорим с гостями сразу после исполнения, а сейчас послушаем их дуэт. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон» 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 Играет музыка 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 Это мастер-классы для студентов Национальной музыкальной академии Института музыки Играет музыкальных вузов Играет музыка 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 Если идёт о тур и о всё, что будет в 2017 году, я не могу сказать точно сейчас, но всё будет на нашем фейсбуке через месяц. Так что вы можете зайти на страничку в фейсбук, и, дорогие друзья-музыканты, готовьтесь. Женя, ты тоже в этом году планируешь? Ты, можно сказать, вырос на этом проекте. Сейчас ты уже артист Национального академического симфонического оркестра, и ухо ансамбля, тебя можно услышать в составах, на концертах. Ты вырос, вырос, состоялся. Да, благодаря, может быть, этому практике в оркестре, общению с такими выдающимися музыкантами, дирижерами, организаторами, музыкантами, которые играют в этом оркестре, общению с ними. Это про тебя, мистер Брайан, да, тоже. Это в порядке. Вот, и можно сказать, благодаря этому и был рост, и профессиональный, очень благодарен, конечно, что он есть, этот проект, что он будет, что он существует вообще, в принципе. Это твой, сегодня у тебя был мастер-класс с мистером Брайандом, это уже не первый, да, мастер-класс твой? Это мастер-класс, который с запозданием состоялся. Который должен был состояться в Лондоне, да, тот самый. Ну, по некоторым причинам он состоялся здесь. Ну, и продолжился у нас в студии. Очень благодарен Джеффу за это. Очень было приятно заниматься, слышать даже те же замечания, которые он говорил. Это для тебя очень было ценно, важный. Конечно. И ты собираешься продолжать. Каждый год общения с ним, это очень важно. Мистер Брайанд, ты был рад. Да. Мы говорили, мы говорили, мы говорили о мастер-классе, и ты был профессор, который работал, как артист, ты работал с многими генералами артистами. Я не могу даже представить, я слышал, что ты играл с Хоровицем. Я даже хотел бы спросить, что это было. И как Владимир Шкенази записал серенад Бенжамин Бритон. Да, это правильно. Но теперь ты работаешь. Прежде чем мы поговорим о молодой генерации, я хотел бы услышать эти истории, и наши слушатели тоже, потому что мы анонсировали все эти интересы. Это очень интересно услышать эту историю. Ну, Владимир Хоровиц я играл с ним много, много лет назад, и я был в моих 20-х годах в то время. И это было в Лондон, в Ройфестиваль Hall. И я помню, я думаю, что я играл больше всего с ним, но я не помню его репертуар, unfortunately. Я помню его статус на пиано, который был очень укреплен, с его головой очень high, как он играл на пиано. Но это было очень много лет назад, и я не помню его репертуар, что это шум. Мы играли с большим артистами, в нашу ютх, и думали, что это снова, 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 снова. Но в конце концов, вы не помните, потому что старые люди умерли. 20-летние годы, 20-летние годы. И сейчас он был в репертуарах. Он был очень хорош, кстати. Он был довольно авторитивный. Он знал точно, как он хотел. Он был в репертуарах. Он был в репертуарах. Да, абсолютно. Да. Он был в репертуарах. В репертуарах. Он был 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 в репертуарах. Как это было в Лондоне? Я думаю, что культура, чтобы посетить классическое музыканское концерты, это очень хорошая традиция. Это очень хорошая традиция, но, sadly, это очень важная audience, generally. Однако, в Бабиканг-концертах, вы видите много молодых людей, я думаю, потому что это в городе, и это где они работают. Они работают, и потом на удачу, а потом они приходят к концертам. В городе есть очень многих молодых людей. В Розарболлёте Холлдах, это странный феноменон, которые работают в промах. every night of the week for 3 months 2 months, maybe 3 months I can't remember but then it's very difficult to fill that hall I don't understand after that concert when the proms finish it's very difficult to promote concerts in that concert hall and I don't understand why that just can't carry on Albert Hall there can be concerts I'm a fan of BBC proms and different concerts it can be jazz it can be electric music what else the next step I want to ask you I'm in love with soundtracks the symphony concert which consists of soundtracks you have a great experience in your biography you worked in these films like Harry Potter you recorded the sound of Harry Potter of Star Wars Lord of the Ring what else I was dreaming to ask you about John Williams he's one of my best composers for me and I was watching on YouTube a lot of concerts with him and as well concerts and BBC proms of his music but John Williams he played with Boston Pops a lot and I'm in love with Home Alone especially before Christmas you can drink some hot chocolate or glass of red wine and just watch my dream is to come to one day to Albert Hall and to listen to his music there so I wanted to ask you about this meeting in your life well again he's big time he's very big time before I came here I looked up on online his net worth as a person and it's a hundred million dollars that's his net worth he's big time so I mean I'm not in the same league but he's a he's a very nice man to work for he works in a very very methodical way he and he conducted he conducts himself always recording yes absolutely always always conducts and he rehearses in a totally methodical way he rehearses the woodwind separately and then they have to sit quietly absolutely quietly then he rehearses the brass then we sit absolutely quietly then he rehearses the strings and everyone sits quietly for that and then we then he does take one everyone plays together we take one and then he goes into the recording booth listens and comes out and says this is what he says well done people well done people but we must do one more so we do another one and then we don't rehearse again we just retake do a retake of that and then he listens again and and if we rarely do a complete take again we might do a little insert of that but he always wears a black polar jumper always wears a black polar jumper and it was just recordings not concerts afterwards I've never done a concert with him conducting but I've done loads of concerts playing his music because it's so popular for all those soundtracks which you like have you ever done a film music concert sometimes in Ukraine there is some concerts for the horn players it's a total roast up it's a real smash in the face because we play you know bang 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 did he write Rocky he wrote Rocky didn't he Rocky did he write the music for Rocky Rocky well yeah but anyway and Raiders of the Lost Ark so and Harry Potter that's hard that's a hard tune to play all of his music is difficult it's not easy it's not easy he's a great composer really symphonic in style but it's hard work one of his shows is I've never played for him in a concert just in recording studios and it was with London Symphony Orchestra yeah that's right about can I have one more question it's just started to be a film programme a film programme but I'm sure our listeners want to know about the legendary film Regards to Broad Street with Mr Paul McCartney and the Beatles it was just Paul McCartney Paul and Ringo Ringo yeah and Ringo yeah that's why it was a casting or the invite it's I think it's because you worked with this group Windwood group with London Symphony Orchestra it was invitation or there was a cast a huge casting for this film well yeah but I was asked to do it this was nothing to do with London Symphony Orchestra this was to do with what we call a fixer someone who will book an orchestra for a film or for a pop song or for music for TV and that was who I was booked by but Paul McCartney asked for he couldn't remember my name but he said I want the horn player who rides a motorbike and looks like it looks like William Shakespeare so that was that's how I got that gig and it took a long it took a long time to make I mean I wasn't in the whole film but the bits I did it took it was it was weeks and weeks and if you do a film if you do a movie film you have to get up very early in the morning and yeah and and long working days I had to go and make up and I was sitting next to Paul McCartney I'll tell you a story please please Paul McCartney we became good friends we became good friends which is you know which is a bit of a bit of a thrill frankly and we were working at BBC TV Centre in London in one studio and I saw that Paul McCartney was working in another TV studio so I thought I'd go and say hello so I knocked on his dressing room with a little bit of trepidation I knocked on his dressing room and he said Geoff come in come in and a friend of mine stayed outside and I was in this room for 15 minutes talking to Paul talking to Paul talking about this and talking about that talking about the film and so on and so forth and when I came out my friend told me he said you know Paul McCartney earns one dollar for every second for royalties you've just had 48,000 dollars worth of his time oh my god if we can live like that it's a crazy scenario but that's the way it was but he was great to work with we had lots of fun lots of laughs not big time at all not big time at all very good company easy easy to work I think it was a great experience and for musicians as well yeah yeah well I'm a bit shocked because such memories in my program it's a really amazing time but I'm sorry but our time is running I can speak about it about it forever about film music and everything but we have another interviewing guest thank you very much pleasure lovely to see you yeah lovely to see you enjoy it for me as well thank you very much and great to be with iCulture Orchestra yeah that's my final question this is fantastic I wanted to ask you it's your first time in Kyiv I know but you made workshops in Europe how you can say the quality of musicians of young people here in Ukraine it was a good experience great experience maybe some suggestions sitting next to me yeah he's a great horn player a great horn player he's a young man he's going to be he's good now he's going to be great and that's fantastic that's a guy from you don't come from Kiev do you is this your Kiev is not your home but he's from Ukraine he's good and lots of good players here lots of good players and keen to learn so keen to learn so open to to take on board all the things one says and that's not easy it's not easy to do that not easy some stranger walks in and tells them how to play it's not an easy thing and they take it on board it's great but who knows maybe one day we will visit Royal Albert Hall with Steve Gaby I hope so as a soloist or he can play in some orchestras like Royal Orchestra and London Symphony and I don't know a lot of our musicians by the way they present they work in through all over the world our singers our pianists they present Ukraine on this map and we are very proud of this and we try to always to to speak about them in this program thank you for coming I hope you will come one day maybe next year or after we will wait for this and we can can speak more in this studio and play so you are welcome anytime and you see we are not like I told you like I told you we are not BBC 3 Radio 3 yet but we are really moving I'm dreaming after that maybe one day we will have our concert our orchestra or we can record for example iCulture I don't know but we are moving to this to this media that's good дорогие друзья я очень очень волнуюсь и очень впечатлена нашей беседой Марта Лисецкая представитель iCulture Orchestra в Украине координатор программ в Украине спасибо Марта за тебя большое восходящая звезда Евгений Чуриков солист ухо-ансамбле национального заслуженного академического симфонического оркестра артист еще раз почему-то все время хочу называть наших ребят солистами вы можете прочесть все и вы сейчас могли убедиться что у нас действительно была легендарная личность сегодня в гостях thank you once again и мы переходим к нашему следующему блоку на этой неделе состоялся мастер-класс композитора пианиста и математика Джулиана Кохрана австралийца и нам удалось записать с ним интервью Джулиан расскажет о конкурсе и также директор Джейкоб Фибик директор этого конкурса они поделятся информацией об этом конкурсе это онлайн конкурс международный онлайн конкурс молодых пианистов который в 2015 году выиграла наша украинская пианистка Юлия Гололобова вот вчера в университете Шевченко состоялся ее концерт какого конкурса вчера какого конкурса я представлю эту композицию и мы интервью с композером назван Джулианом Кохраном и Джейкоб Фибик и Юлия они shared with us information about this competition и вот перехожу снова дорогие друзья особенно музыканты которые слушают нас послушайте это очень важная информация это очень демократичный и замечательный конкурс и вы можете посмотреть все и на сайте и в соцсетях и послушать непосредственно от создателей и авторов этого конкурса после чего мы послушаем первую прелюдию Джулиана Кохрана он замечательный композитор продолжает в своем творчестве традиции Прокофьева Листа Шопена те кто был на мастер-классе также могли в этом убедиться и он замечательно импровизирует предлагаю послушать интервью а дальше мы продолжим с нашими эстонскими гостями здравствуйте я хочу поговорить о вашей победе потому это очень интересно и я хочу начать с идеей кто может рассказать все детали это идеей создавал когда я встретил с Джулиан композитор два года в Варсах работая на completely проекте но потом мы начали обновлять идеи о музыке в целом о классике о философии в данный момент в пиано композиции и мы решили использовать эстонскими происходит просто везде, и нет барьеры и лимитов для пианиц, чтобы участвовать. Нет потенциал, нет гостей. Очень часто это, люди, отказаются парнию на соревнования, потому что они не могут это дать. Поэтому мы создали платформу, которая позволяет любой человек, из-за любого мира, применить на соревнования, без операционного лимита. Это должно быть видео, или это может быть аудио? Это должно быть видео, и это должно быть 15-20 минут из-за любого вида, и 15-20 минуты, из-за любого вида, из-за любого вида, и 15-20 минуты, из-за любого вида, потому что мы хотим пианистам быть способны expressившись в таком, как они хотят быть виден на ДРМ-мемберс. М. Кохран, для пианистов не думали, чтобы поддержать пианистам, может, в будущем, может быть, потому что ты – это пианист? Да, 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 да. что это может быть в будущем в будущем? Ну, это было, да, 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 да. И я придумал, и это было здорово, и вы получили хорошие встречи, с успехи, с музыками, профессионами, которые делали пианистам, и я коротко, и я был композом, 25 лет. So, it was logical to have a competition to allow people to be exposed to the music. I think it's a good idea having a competition in composing, but it would be difficult for the jury to decide which competition to win. That would be difficult. But I like the philosophy of encouraging musicians and composers without having to pay money because it's difficult to get started as a musician. And so, yeah, I think that's possible for the future. We're using our same philosophy but applying to composers. It could be for the future. Jacob told me that it's very democratic and it's really like that. Well, extremely because we basically looked at traditional competitions, present competitions and we thought about all the things we don't like about it. I actually inherently don't like the concept of a competition and I never did because the competitions encourage it encourages pianists to play under a rush, under time schedules so they can't philosophically think about the music at a deeper level. It encourages technical aspect. It over encourages technical playing which I think is not the important part of music. Music must communicate. So we thought about all these problems and we tried to solve them. We tried to create a new competition which solves all the things I didn't like about competitions. And we found ways to do this by having a jury system which would encourage the pianist through the messages about the competition that they shouldn't apply a strong imagination. The jury system awards higher marks for playing which is when there's an interesting interpretive intent or there's an imaginative intent in the playing. And also we got rid of the time restrictions. We gave them a lot of time to prepare the music. We got rid of the requirement for them to pay money. So we solved we tried to solve all the problems and create something which is valuable to give opportunity to many pianists around the world. Thank you. And your website is written unique music, unique philosophy, unique competition. Can you say tell me about the main philosophy of your competition? How can you explain it? About the about the well I'll answer about the music because I'm the composer. About the unique music. The thing about the important thing about my music and the reason why we chose we decided to run a competition rather than a festival of my music which was the other option was that my music in particular offers a lot of interpretive opportunity for pianists. It's there's not too much notation there's not too little notation and it musicians musicians take great joy to read the music and interpret it so it's quite it's like Chopin Frederic Chopin the music is quite suitable for competition and there aren't a lot of composers which have a large piano repertoire and it has gives the same interpretive opportunity so that's why Jacob gravitated towards using my music so that's about the music and Jake answered the other things. About the philosophy first of all is the accessibility and democratic approach when it comes to who we welcome no 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 money is involved at all at any level for the pianist that's one thing second thing we are focusing very much on learning process every pianist who is applying for the competition is getting something out of it it's not only for the winners but we have created a system that actually gives the opportunity to learn for every pianist and it starts from feedback from every dream member that is dedicated to each individual pianist that takes part in the competition not only for the winners and it goes through the webinars that open for anybody that focus on general approach to what it means for a pianist or for a musician to prepare for the competition how to practice how to fight with your stress and how to be more conscious artists so you can really develop well for the future. that's part of the philosophy and another very important part of the philosophy is the judging system because apart from appreciating interpretive and musical aspects of performing it's very important for us that the judging process is as fair as it can get so the jury members never get any information about the pianists who they listen to that's the first thing second thing is there is no communication between the jury members and there is no main jury member who would have stronger vote than anybody else so we have created also I want to use the word again democratic approach towards jury work and it actually works and what is the criteria to choose the jury and maybe change from year to year we do change jury members yes some names have been with us from the beginning and that's among others Gil Selvian from Australia Kevin Kenner from the States and Krzysztof Jabroński who now lives in Canada but he's Polish and these are world renewed pianists and what is the criteria that's a very interesting question because it's not only about looking for great pianists with great reputation this is one thing but we need to have common understanding of what we want to achieve and what pianists we are looking for as Julian said before it's not only about choosing pianists with perfect technique we are looking for something more of course technique as the base that they can build on something more and when we agree with a jury member that they will be part of the jury board for next edition we are absolutely sure that they share the philosophy that we have and this is actually I think the key the key for the success for us because we work with people who share our philosophy it's written in words so we have the philosophical concepts behind and how we want to move we want to remove distortions in the music institutions that have created an over specialisation for pianists so since 1950s when the recording industry got started it has created a distortion in the markets that filters through and ends up accentuating the pianists to focus on their technique and simply playing music and being productive because there is a market system you need to number one you need to play quickly number two you need to play accurately so the CD doesn't have any mistakes but a real performance doesn't depend on what notes you play wrong it depends on what is communicated the ideas the emotions what is communicated in the music so when you hear a pianist play even as a musician you tend to concentrate on elements which are easy to discuss such as wrong notes such as the phrase being going from forte to piano instead of piano to forte things which are clearly wrong and that creates a distortion so our philosophy is to try to undo those distortions to reverse them and to encourage the jury members to think about how music should be without these distortions and that's also communicated to the pianist when they're preparing and that makes the pianist feel there's an opportunity and inspires the pianist because they are tired of these distortions this is all subconscious it's just how the world works now but we try to reverse some of these problems and the interesting question about prizes what the winners what they get so again it's part of the philosophy because the prizes for us we want to give the prizes that will have real influence on the further development of the career of the pianists so we start with the CD recording sessions the winner is invited to Warsaw for the CD recording session that's a solo piano album that is released internationally and distributed internationally that's the first thing we also design personal website of each artist we provide photo session video sessions so we actually create full portfolio for the artist so it can be an independent musician who then we represent and we organize concerts and what are your ways I've seen about webinars very interesting information but what are your ways to promote the competition during the year before the competition what are the main ways so there is a few ways the CDs are an obvious way because we we do send these CDs to various promoters to the festivals to people who we want to start cooperation with in terms of concert possibilities the CDs from past competition winners that's first thing second thing we are in constant touch by our newsletter with thousands of professors now with thousands of professors around the world who we keep updated on what we do with our competition we announce new events and activities around the competition around our philosophy and just being in touch and being present in various media of course by of course now organizing concerts as well great thank you very much I hope more Ukrainians will be winners as well it's a very big opportunity and I love I'm excited by the prospect of these wonderful people in Ukraine with great imagination but they don't know what to do what to do with their career and it's great to have something which gives them an opportunity to get started and do something and to have their whole career promoted it's an incredible opportunity thank you very much it's a big support for our musicians and the country yeah you're right thank you thank you Светлана конечно вопрос к вам вот два года назад где вы узнали о конкурсе и как родилась идея поучаствовать в нем ну и конечно впечатления после как изменилась ваша карьера и что вот вы можете сказать о конкурсе я узнала из соцсети facebook один из моих друзей-музыкантов скинул мне ссылку тогда я подумала что бывает ну очередной конкурс их в мире очень много проводится и единственное что я обратила внимание на новое имя Джулиан Кохран думаю кто это в Украине произведение этого композитора не исполняется и никто никогда их не слышал и я все-таки решила перейти по ссылке и прочитать о композиторе и послушать его произведение организаторы сделали очень правильную вещь то что выложили на сайте его аудиозаписи и тогда во мне произошел какой-то перелом я могу играть музыку только ту в которую я безумно влюблена тогда музыка Джулиана Кохрана она просто ворвалась в мою жизнь и стала мне очень близкой близкой с одной стороны своей простотой искренностью возможностью созерцать какое-то единение с природой а с другой стороны вот контраст фантастика мистика даже какая-то доля трансцендентности этой музыки меня привлекла и я решила поучаствовать в конкурсе думаю почему бы и нет но честно говоря когда я увидела на сайте информацию что пришло 145 заявок из 37 стран в тот момент я подумала что вероятность победы равна нулю ну поскольку я никогда не отхожу от не отступаю от намеченных целей я решила все таки участвовать и честно говоря моя победа была для меня шоком и большой радостью в тот момент моя жизнь перевернулась перекрутилась на 180 градусов я никогда не могла мечтать о том что у меня будет запись сольного альбома в одной из самых престижнейших студий мира и конечно же впоследствии гастроли которых я так жду и которые вот-вот уже начнут все еще впереди завтра первый концерт в рамках гастрольного тура в пятницу я улетаю в Польшу и там меня ждет три концерта в Люблине Бытгоще и Катовице запланировано только сольные выступления да только сольные выступления программа практически на час сорок минут спасибо большое Светлана I have one final question do you plan maybe future to organize some concerts with symphony orchestras or it will be like solo recitals only yes we have so I have piano concertos which will be developed and that they'll be an obvious thing for a winner to perform yes we are we are thinking about of course exploring more of Julian's music and as Julian was saying during the lecture that he doesn't stop composing and we are very happy as organizers that there is more and more music coming in and actually myself as the director I'm waiting for a concert with the orchestra so actually we can we can extend the idea of the competition and it's not only going to involve solo piano playing but also symphony orchestra where do you think it can be in what country this is the question to Julian when the music is being finished and when this is finished I think it will be you need to wait it will be with the orchestra but I think the one really important thing I want to emphasize which I didn't emphasize earlier is that the aspect of competitions which I which seems ridiculous to me is that there should be just a winner and it is a very strange concept in music to have a winner because there's everyone is doing something valuable and they're exercising their imagination so I detest that and we are solving that by making sure that every every participant has a lot of a lot of communications with the jury members and it's almost like an it's almost like a festival an educative festival not just a competition so it's almost the wrong title it almost but it's the closest title we can use competition but it's much more than that it's an opportunity for pianists to um communicate with this incredibly incredibly well established mature very imaginative and great musicians and a large number of them and have communication with each for each participant to have communication with every jury member and without paying any money it's quite quite remarkable so even if you enter the competition not with a view to try to win but just to get in just to get just to communicate about how you're interpreting and just to talk about how you're playing it's invaluable just for that alone thank you very much thank you very much we will wait for the news and maybe online broadcasts someday from the concert thank you very much if you've been doing your time yeah thank you Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Это офис Киевских солистов! Вы можете найти всю информацию подробную в Фейсбуке на страничке Киевских солистов Национального ансамбля Киевских солистов! Так что друзья, особенно музыканты, я сегодня уже неоднократно говорила, приглашаем вас в совершенно свободный вход! Вы можете поучаствовать, познакомиться! Добро пожаловать в Казахстан! Спасибо за просмотр! Кстати, мы уже закончили! Это ваш первый раз в Украине! Да, это правильно! Как вы чувствуете? Как вы чувствуете? Первая разница! Первая разница! Да, да! Мы говорили! Да, это очень приятно быть здесь! Я не видел только фотографии в Киеве, ничего больше! Мы стоим в Украине в Украине, и я имею в виду лучшую виду! Я был очень счастлив, что это было! Как вы чувствуете Киевских солистов? Они очень хороши! Они очень хороши! И это хорошо! Ты хорошо с музыкой? Нет, они очень открыты! Именно! Да, они очень открыты! Они просто хотят делать музыку! И это то, что происходит! О том, что музыка! Я хочу озвучить концерт! Я буду в один секунду поговорить в русском для наших слушателей! Итак, друзья! Я сделаю сейчас небольшой анонс! Концерта, который, еще раз повторю, пройдет в понедельник 24-го числа в филармонии! Национальный ансамбль киевских солистов! И этот концерт имеет загадочное название «Нордическая страсть» Эрки немного понимает по-русски! Мы сейчас поговорим, кто же придумал такое название программное, интересно! Дирижер Эрки Пек, Эстония, и солист Хейга Росин, Маримба! Вот они сегодня у нас в студии! Программа состоит из произведений Яна Сибелиуса, Грига, а также будет украинская премьера во втором отделении эстонского композитора Эрки Свен Чююр! Концерт «Ардор» — тоже страсть! Я понимаю теперь, почему называется концерт! Это будет украинская премьера для маримбы и струнных! Я слышал, что это детективная история, чтобы найти этот маримба! Это было интересное! Нет? Я просто... Хейга может сказать, что этот инструмент, который в каждой оркестре, в каждой музыкальной школе, это очень редкий инструмент, особенно этот инструмент! Вы можете поговорить об этом? Да, ну, то есть, что это 5-октамаримба, и это оказалось, что здесь только два из них! В Киеве? Да, в Киеве, да! Это было довольно сложное, да! Но, я имею, что это оказалось хорошо, поэтому в конце это хорошо! Но, да, это довольно особенный инструмент, потому что есть различные типы, и это было 4.3 инструменты, 4.5-октавы инструменты, и 5-октавы инструменты, и у нас получается, что у нас есть много маленьких, но... Ну, не так, что это было большим, но... Ну, а вы не знаете, что это было! Вы сделали реальное пасте инструментов, да? Да, я понимаю! Не каждый инструмент может быть, потому что это профессиональный уровень. Ну, не только потому, что я мог бы играть в маленьком инструменте, если композиция позволяет. Но, я имею в виду, все первые петли в низкой C, которые я нужна. И я не могу играть в точку выше, конечно. Композитор должен быть в низкой ноте, но это только на этом инструменте. Композитор не имеет никакого нота. Но все нормально. Да, все нормально. Да, все инструменты в их местах. И о идее концерта, Эрки, ты работаешь с кейф-солоистами. Да, это мой четвертый проект с ними. Я их называю проектами. Да, я имел два концерта в апреле. И месяц назад я имел третий концерт. И теперь это четвертый. И мы планируем четвертый. Поэтому я очень, очень, очень рада быть здесь. И я люблю этот ансамбль. Они хорошие музыканты. Я уже очень рада, чтобы играть этот концерт. Это будет страсть. Да, это очень, очень рада. Вы увидите. Потому что мы выбираем это название для этого концерта. Это очень легко. Потому что мы всегда хотим быть в Нордике. Мы всегда хотим быть в Нордике. Мы хотим быть в Нордец. Мы хотим быть в Нордец. И мы чувствуем, что мы больше belong в Финляндии и в Свеции. И, конечно, у нас есть финиш и норвезий композитор. И, конечно, Эркес Вентюр. Он эстоний. Он тоже такой нордик. И все думают, что нордик очень слабое и непосредственное. Но это не правда. И если мы слушаем первую часть концерта, Сибелия и Григория, то есть много пасши. Есть много красивой, романтической музыки. Они могут не отвергать все. И есть мощность на второй части. Когда мы играем в том, что мы играем в «Еркес Вентюр», то мы получаем эстоний, то есть зрители должны получать все. Все, что мы сможем. Это вашу первую очередь вы выступили в этом концерте. Да, для меня это первый раз, а я не выступила в Естонии. Вы не выступили в Естонии? Да, для Григория… Я выступил много раз, так как я. Где? Это начало из Валтики в Филхармонии. It just happened so that I was soloist on one of the tours He's just modest He's the best Percussionist in Nordic countries I can't announce that And so he was of course Invited He was invited to play with Then we played in Germany And in Switzerland And in Switzerland it was Extremely special Concept for me because There is such kind of foundation Over there like Orphan Soloist Foundation And I got sort of like In the list over there So it was quite special thing for me And then the last one Was in Italy In Verona And that was really Really lovely audience over there We expect this audience also In Kyiv And Erke, it's not your first time You perform Estonian composers In Ukraine Oh yes I have played Erke's Cantur many times But this piece I will do the first time How do you feel Our audience reacts If I look back Really The most Yeah I have played Estonian music Here in Kyiv Also not with this Excellent ensemble But also with Kyiv's Kamerata Five years and ten years ago And I have played a lot of Arvo Pert Who is of course Very famous Estonian composer So well I think I love Ukrainian audience I really do Because Welcome Yes Because at least This audience Who has come to these Concerts They come to Find something new And they know exactly What is good And what is bad So I feel that In general People are very well educated They understand If the performance is good Or it is not so good And I feel that If some composition What we played Was maybe not the best Maybe not so good Then I immediately understand From the applause That okay This was probably Maybe next time We should play some other composers So you can feel Yes I feel this audience And I love it And the audience What we have had In this year With Kyiv's Celiste Yeah well Every time more and more So I hope that Also I can I can add something To these concerts Well Great I believe It will be More projects And it's very interesting I wasn't I will come I will try to come On Monday To Yeah To listen to it It's very interesting For us And About Your Ukrainian experience I understand About About your Your life About your Art About me Yeah And Of course Yeah And yours And Heiko And then Heiko Is very popular Guy Of course Heiko Actually How did I find Find How did I find Heiko There was a TV project For young musicians In Estonia The stars Raising stars Of classical music It's a great Like It's basically A competition Competition On TV It's like American Idol Style But in classical music Basically Wow And I saw one Peredaccia And I Immediately I noticed This guy And I said Oh I would love To make music With this guy Because I see The energetics And I see That there is So much Inside And when When I was Proposed to Play this Concert Which is going To happen On Monday And we were Thinking What is going To be The second Part Of the Concert I immediately Thought about And I asked Heiko Let's do Something What do you Want to play And he offered Erkis Ventura And now I find That this is Fantastic piece So I'm really 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 Lucky That you can Present it Together It's great And you have Projects In Estonia I heard Not only In Estonia But Yeah In Belarus As well In Belarus Even Yeah And you You do A great job With this Prom Festival And This is Yeah This is The festival I created 20 years ago Opera It's about The young Opera singers Well It's mostly It's a competition For young singers And now The next year It's going to happen The tenth time Already So we have Kind of First small Jubileum And First time We make The first round In 23 Different cities Of Europe Starting from Moscow And ending In Amsterdam And also In Kiev So on 18th Of January We are coming To Kiev To listen To young Ukrainian Opera voices And choose The best singers To come to Estonia To compete With other People Great Today In this program We announced Really a lot Of competition Too many announcements Yeah This Julian Cochran Online competition I culture orchestra Your project So if musicians Young musicians Listen to us It can be Good informational Program for them And And Hey About your plans After Of course You're a rising star I understand Yeah Your plans By the way Do you know Some I wanted to ask Do you know Some Ukrainian musicians Did you play Ukrainian music Or no Ukrainian music Or Ukrainian musicians Music And musicians But You know Music not that well Actually To be honest You might know Our Andrey Puskarov Who plays in Kramirata Baltica No You didn't Met him No Oh Yeah Grammy Grammy winner Yeah Grammy winner He might know Very well Yeah Of course Yeah You just said the name A bit differently And I was like Yeah Andrey Puskarov He's a great vibraphone player Proud And then I I was in the US For a tour With world percussion group And actually In the first part I was in the second group And in the first group There was Konstantin Who was also from here Ah In that Yeah We actually have never Met face to face But we just Know thanks to that Each other And yeah There are a few other Connections I know But not like too many Yeah Now you get more friends Yeah And in Ukraine Yeah In Ukraine We have a very Serious Drummer school And This is very Very Can be interesting For you as well Yeah Of course It is interesting already Yeah I mean To see all the All the culture And Starting With music And ending With architecture And etc So Yeah And about your plans After Ukraine Maybe Can be some Tour In Ukraine Or It's just one Only one concert Maybe in future Do you plan Sure Of course We have a lot of plans Only Kiev I can see Or Maybe Some other Cities Well Heigo is going to have A great concert He has to announce What is going to happen In the US I mean Before 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 international Concerts I am asking About Ukraine Yeah In Ukraine Do you plan Maybe But if somebody Is interested We can With this Ensemble Yeah That's why We can make this We can repeat this program In every city If there are listeners In Lvov Or Odessa Or in Kharkiv Why not Yeah It's great With a pleasure Because I love Ukraine I know I have been here Many many times And I often drive here By car By the way Wow Yes Yes Because it's not so far away From Baltics But yeah Yeah Why not We are open to Exactly Definitely And I believe Our We have foreign listeners As well And About international plans Well the first thing Is going to be I'm going to perform In PASIC Which is Percussive Arts Society International Convention In Indianapolis Oh And that's really like One of the dreams Come true For a percussion player Because if you can Play over there And you are chosen To play over there Then that's a really Big thing to put In your CV And you have like Thousands Of percussionists Listen to you And Then after that In January I'm going to play In Carnegie Hall Wow As a soloist So It's my fourth wow So That 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 actually came Through Competition as well Through Estonian Concert There is going to happen A Conference for Music managers And music educators And etc Producers Yeah And producers And There was a competition For young musicians Especially And they chose Five from all over the world Either group Or soloists And luckily I was one of them So it's Now I have 20 minutes In Carnegie Hall To perform Yeah As a soloist I will speak Russian Once again Dear friends I'll invite you On Wednesday To a concert Of kievs Solists And Hager Rossin Who will Very soon Will play in Carnegie Hall And you have a unique opportunity to listen to him In the National Philharmonia Ukraine In 7 hours And now I made an announcement Because it's really Yeah It's a big thing For me as well Of course Yeah I wish you Really good luck Thank you Thank you very much Please join our culture And our Our composers Maybe Some pieces If you can find For you All composers Of Ukraine Are welcome To our concerts Maybe they get Something new And they could Write the piece Because also This Marimba concerto It's quite A special thing I mean The sound Or I mean How is it built up It's very Very unique Because it uses A lot of Overtone scales Which I actually Can't name Any other Marimba concerto What is really Based on that And And that gives Like Lots of new Sounds From that Instrument So it's It's a really Special Concerto And I think It would be Quite interesting To hear From a new Side This instrument For composers Especially And people Also can see And meet A composer Himself Yes Coming tomorrow I can say That maybe He is the Second World famous Estonian Composer After Arvo Perte Of course Who is Probably The one The number One For sure Because as we Know He is the Most played Living composer At least He was For like Four or five Years already So he is the most Performed one And from Estonian Composers I am pretty Sure That Erkis Venturi Is the Second World famous Estonian Composer We played He is Every week You can find And he played In London In Germany In Italy In everywhere In US Yeah Thank you very much For the great Conversation And for Sharing with us Estonian Music It's very Interesting Well we can Speak Hours But I think Everybody needs To go to bed Soon Yeah I believe It will be Great concert And I wish you Good luck With this Thank you Thank you With luck In Carnegie Hall And with all Your projects And I will believe In your competition Will rise Some new Stars Of operas Sure Of opera Singers Absolutely Yeah Because I just Spoke with Jeff Brand Before you Guest I told him That a lot Of ukrainian Musicians Present ukrain Throughout the world And our singers They sing In the main Scenes In the world In theatres Like Met And Opera Bastille And a lot This is true And one Of our Winners Of our competition Is of course Angelina Shvajska Oh Yeah She's my Very good Friend And I say Hello To her If she's Listening To this Program At least I've Announced In facebook That she Should do it And She's one Of the winners So Everybody Knows Narodnaya Artistka Shvajska And Well This is the level Of our competition And I Of course I expect A lot Of young Beautiful Ukrainian voices To come to our And you can Open your names And Sure But by the way What What do they get After the competition The main prize Of the competition Is the role Actually the dream role Every winner Can name what He or she Wants to perform And we fulfill that We find the theater And we produce The production For example The last Last winner From Lithuania Soprano from Lithuania She wanted to sing Aida And we made Aida production For her Good Easy It's very Big thing After the competition Absolutely Because usually People get money And then They just Just Get money And then What What comes What comes next But Our main prize Is that we really Give the job And we have A lot of producers And the managers Of the opera houses In the jury So we are Constituy Who is in the jury Who is in the jury A lot of Famous people But The people Who can really do Something for The young thinkers Future For career It's a big thing Just This competition Before They can visit Promfest.ee But this is not This is maybe Not why We should speak About what is happening On Monday Because it's very I'm really happy That a lot The Ukrainian musicians And people Can share this information We can share In our program And this previous Competition Cochran's competition I made in interview They promote The artist Svetlana Galalobo This pianist She has a disc She has a tour Which started yesterday From Kiev And she will go to She told to other To Poland And so on So this is a good promotion And a big thing In competition Definitely Definitely Okay Thank you very much And we can listen I can go to Russian And we will listen At the end of our program We will listen to the Estonian composer We will listen to one part Allegra Concerto For the camera For the orchestra Jan Reitz It's a concert National Philharmonie Ukraine За пультом Dirigeur R.Kipek And Ansemble Киевские Солисты Друзья Вы были на Вечере классики Очень Насыщенном Вечере классики Я думаю Что вы узнали Очень много Познакомились С интересными Людьми Сегодня был Очень волнительный Лично для меня Эфир Мы будем продолжаться Стараться для вас Делиться новостями Сегодня был Настолько Насыщенный Эфир Что даже Не успели Поделиться Новостями На следующую Неделю Что будет Интересного В нашем Городе Не забывайте Заходить На сайт в национальной филармонии, оперного театра и следить и посещать концерты классической музыки. С вами была Иванка Карабец. До новых встреч в следующую пятницу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Радио Аристократы. Подписывайтесь на подкасты своих любимых шоу на сайте aristocrats.fm. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА